Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что приняли наше приглашение. Сегодня у нас в гостях блогер Александр Лапшин. Здравствуйте, господин Лапшин. Спасибо, что вы здесь. Начнем нашу пресс-конференцию. Первый вопрос про ваш визит в Армению. Скажите, пожалуйста, если я не ошибаюсь, вы уже посещаете Армению в четвертый раз. С чем приехали в этот раз? Какие у вас планы? У меня абсолютно туристический визит. Я хочу взять в прокат машину, поездить по стране, увидеть, кто-то я еще не видел. И второе, я подал запрос в пресс-службу Министерства обороны и попросил их разрешить мне посетить пограничную зону, чтобы я мог в своем блоге рассказать о жизни людей в селах, которые подвергаются обстрелам в Сен-Азербайджан, в Сен-Азербайджанский район, ну и некоторые другие. И я надеюсь, что они разрешат. Какие еще места вы еще выбрали? Увидеть Сюник, где еще никогда не было, и прокатиться по самой опасной дороге Армении. Это село Мрадзон, возле Курнии. С абсолютно туристический план. Вы побывали в более чем 100 странах, если я не ошибаюсь. 140. 140. А каким вы видите Армению? Ну, на фоне всех тех стран Армении были очень достойны и интересны. В чем? И природа, и архитектура, и очень интересный и необычный народ. Об этом можно бесконечно говорить, но буду краток. Еще один вопрос, господин Лапшин. Скажите, пожалуйста, после решения Европейского суда вы отметили, что скоро начнется процесс в Соединенных Штатах. Можете выяснить, в чем дело? Про Штат я пока не хотел говорить, потому что там все находится в процессе, и когда что-то там активизируется, я об этом займусь в тему. А вот в Страсбурге уже начались коммуникации с азербайджанской стороны. То есть Европейский суд принял к рассмотрению мое заявление. Это очень важный этап, потому что Азербайджан предпринимал различные и политические, и коррупционные усилия, чтобы не допустить это, потому что это сильно по ним ударит, когда сутки на сетпишение. О попытке убийства. Тем не менее суд это все принял. Я считаю, что не в последнюю очередь, потому что они очень сильно подпортились имидж и скандалом Драмата, и с подкупом европейских депутатов. И в этом плане очень удачно моя история подошла. То есть они сейчас ослаблены. То есть им переслали все документы, им дало 3 месяца на подачу возражений. В последнее время в Азербайджане наблюдаются обострения риторики, связанных с вашей личностью. А с чем это связано? Я думаю, изначально вся история с одной была придумана исключительно для внутреннего потребления, причем для наиболее неграмотной части от азербайджанского населения. Им нужен образ врага, чтобы отвлечь внимание азербайджанского народа от реальных социально-политических проблем. То есть самый главный внешний враг – это Армения. Им не столько нужен Карабах, я считаю, он вообще не нужен. Только им нужен замороженный конфликт и возможность объяснять ужасную коррупцию и беспредел на отношениях собственного народа тем, чтобы это не было Армения. И я одна из вот таких вот причин для списывания этих проблем. То есть они придумали лоб пшена, если бы лоб пшена не было, его надо было бы придумать. И сейчас они постоянно пишут и рассказывают, какой я страшный, какой я плохой, тем самым поднять меня на уровень, возможно, даже салгина Ралиева. То есть в их истории было, видимо, не так много важных событий. То есть это Карабахская война, это ландраматы, это лапши. То есть современная пропаганда азербайджана держится вот на этих трех вещах. И скажите, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь после инциденции в азербайджане? Знаете, конечно, лучше бы этого не происходило. Но я стараюсь смотреть на это с оптимизмом. Возможно, это какое-то новое направление в карьере и в работе. То есть это правозащита. Плюс это огромное количество новых друзей, новых коллег, новых встреч, новых возможностей. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что они опасны, что они вполне адекватны, что это режим, который находится примерно в той же стадии, как и Советский Союз в начале перестройки. И когда вот это все у них начнет рушиться, причем-то в Армении абсолютно ни при чем. Это вот эти внутренние клановые проблемы. Мне следует оборачиваться, кто у меня за финал, когда я нахожусь где-либо, кроме, например, в Армении. Это неприятный момент. И вот, собственно, так. А как отреагировали ваши деньги-блогеры? Реакции были различные. Во-первых, Азербайджан, как уже сейчас известно, они через многочисленные московские биорагентства платили деньги блогерам, чтобы как-то лоббировать их позицию по поводу моего ареста. Агентные блогеры получали с 15 до 20 тысяч долларов за публикации, которых этим домом заменяют чернегами. И узнала это от тех блогеров, которым обещали заплатить или не заплатили. И они остались на них обижены. Большинство, естественно, поддерживали. Они понимали, что я не политический игрок, я даже не журналист, а просто блогер. Они понимали, что если Азербайджану дадут возможность не только переследовать собственную оппозицию, собственных блогеров, но еще и замахиваться на иностранцев, то от этого могут пострадать очень многие. Например, россияне, посещающие Крым и Абхазию. И большинство были за меня, и они по-прежнему за меня и оказывают большую поддержку, которая просто не всегда видна у нас. Она скрыт. Они выводят на нужных людей, они в нужный момент организуют право-напрессионную поддержку. Ну и так далее. Спасибо, Азербайджан. Сейчас дадим очень журналистам. Прошу вопрос у журналистов, пожалуйста. Светлана Максимовича, Светлана Армения. Сколько времени вы будете находиться в Армении и хотите на северном пункте на мерами посетить? Ну, находиться буду до конца февраля, посетить, наверное, настолько много, что даже трудно цифру назвать. Спасибо. Просто добавляю, Карабах идут, планируете, и будет ли это для вас, как-то, опасно, или как вещают считать, и какие отзывы о таком? Я не думаю, что опасно ехать в Карабах. Я просто считаю, что сейчас мне это не нужно делать из-за внутриполитической ситуации в Азербайджане. Потому что это даст возможность руководству Азербайджана вновь отвлечь народ от реальных проблем. То есть мы знаем, что сейчас происходит выступление защиты у блогера Уфмана Гусейнова. Мне эта ситуация очень хорошо знакома. Я прекрасно знаю его родного брата, Эмина, который живет в Швейцарии и борется за его освобождение. И я считаю, что не надо давать возможности Азербайджану как-то с этой темой сойти. Надо их добить, чтобы Мехман был свободен. Айдзай. А после всего, что Мехман приношла, нужна всего известная блогер, не собираетесь ли вы, допустим, написать книгу о ваших питаниях в Азербайджане? Ну, мысль такая есть, но пока есть только название Бакинский экспресс. Это был фильм Полуночный экспресс про американца, попавшего в турецкую тюрьму. Кстати, постоянно вспоминал этот фильм, когда накатился в Баку. И язык похож, и атмосфера та же самая. И отношения точно такой же. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Телевидение Гала. Вы как человек, во-первых, спасибо, что вы все-таки делаете такое большое важное дело для Армении в целом. Вы как человек, который был в Азербайджане, знаете общество изнутри. Сейчас в последнее время очень много говорится о необходимости подготовки армянского и азербайджанского общества к миру. Как вы считаете, азербайджанское общество, оно готово к миру? Я считаю, что азербайджанское общество готово к миру, но к миру не готово руководство Азербайджана. Потому что мир сомнений приведет к падению режима Лива. И они это прекрасно понимают, и они будут затягивать конфликт в холодном состоянии, насколько это возможно. Им это не нужно. Им нужен не мир сомнений, а образ врага и удержание власти любой ценой. В принципе все. Можно я добавлю на ваш вопрос? В Армении у некоторых людей очень неправильное мнение, что при приходе в оппозицию азербайджанных властей азербайджанных властей. Азербайджанных властей. Люди были менее знакомы с оппозиционерами в прошлом. Должны хорошо понимать, что среди оппозиционеров намного больше арминофобов, страшных арминофобов, чем те, которые сейчас находятся при власти. Как пример, я могу привести пример известного борца Дадима Коша Халиджиу Исмаилову. Больше арминофобов, наверное, не сыскать. Даже на арминофобов, она была полковником во времена РЧГ и отвечена за информационную пропаганду, раздавала арминофобские листовки к Армении среди местного азербайджанского населения. Поэтому это такой вопрос, что нужно очень тщательно подходить ко всему тому, что творится там, и очень тщательно следить, какие люди и какие планы бываются за это. Потому что многие сейчас в том же азербайджане кричат, что Алина не решает вопрос к Армении в пользу Азербайджана, поэтому его нужно снять. Я бы советовал экспертам общества и медиа сообщества Армении очень осторожно относиться ко всему, что вам тут приедет. Спасибо огромное.